ДИГИТЕК ЭКСПО В Ириване 6 октября. Около 30 учителей отправлены в разные регионы Арцаха в рамках проектов фонда Pitch for Arminia. Афины обвинили Анкару в том, что она использует кризис мигрантов в Европе в своих целях. ЕС рассмотрит вопрос введения санкций против Турции за Кифра. Выпущена книга Овика Чархчанар Анжаманак. В провинции Самосад Адьяман в Западной Армении жители нашли восьмитонную римскую рельефную скультуру с изображением расставания. Чтобы увидеть скульптуру, место за 6 месяцев посетило 50 тысяч человек. Жители деревни, обнаружившие скалу, рассказали руководству музея Самосад. На скале высечен момент прощания мужа с умершей женой. Восьмитонный камень был доставлен в музей Самосад. Он размещен на территории музейного сада и открыт для посетителей. 15-я юбилейная выставка Digitec Expo 2019 будет проходить параллельно со всемирной конференцией по информационным технологиям, крупнейшим IT-событием. Участники в ICIT смогут ознакомиться с продукцией армянских технологических компаний в Институте Мергеляна. Эти два события действительно сделают Ереван столицей информационных технологий с 6 по 9 октября, что позволит Армении стать более узнаваемой в мире технологий. Государственное телевидение Западной Армении будет регулярно представлять вам мероприятия в ICIT 2019 и Digitec Expo. В рамках образовательного фонда Teach for Armenia было отправлено около 30 учителей в разные регионы Республики Арсах вместо 17 в прошлом году. Сообщил корреспонденту Арсах Пресс региональный руководитель образовательного фонда Teach for Armenia Армену Ванесян после встречи с президентом Бакуса Акьяна. По его словам, большинство учителей преподают в Кашатакском районе. Преподаватели фонда реализуют различные проекты развития, которые могут быть связаны с деятельностью социальных предприятий, а также с реформированием культурного центра или образовательной среды. Все это предпосылки, которые сделают образование более эффективным, добавил Аганисян. Премьер-министр Греции Кириакос Мицатакис обвинил Турцию в том, что она использует кризис мигрантов в Европе в своих целях, заявив, что Анкара может и должна контролировать потоки мигрантов на континент, передает АФП. «Я хочу быть абсолютно ясным», — заявил премьер-министр Кириакос на заседании парламента. «Турция должна взять на себя ответственность. У нее есть возможность контролировать потоки мигрантов в Угейском море. Возникает впечатление, что Турция использует эту проблему для своих собственных геополитических целей», — отметил он. По его словам, большинство из прибывающих имеют профиль экономического мигранта, а не беженца. Он подтвердил планы Греции депортировать 10 тысяч мигрантов, которым было отказано в убежище к концу следующего года. Вопрос возможных точечных санкций за буровых работ Турции у берегов Кипра будет поднят на встречу глав МИД стран 14 октября, сообщает Рею Новости со ссылкой на ДИП-службу ЕС. Заявление распространено по итогам разговора главы европейской дипломатии Федерики Мугерини и главы МИД Кипра. Ранее ЕС уже грозился принять меры в отношении Турции за непрекращающихся буровых работ у кипрского шельфа. Различные неизвестные широкому кругу интересные факты о жизни и деятельностях Чатура Абовиана, Вана Тириана, Петроса Дуриана, Льва Толстого и Максима Горького и многих других великих нашли свое место в книге Анжаманак писателя, литературоведа и журналиста Овика Чархчана. Презентация книги состоялась 4 октября в книжном магазине Даран. Как передает Армен Пресс, Анжаманак первая книга издательства Даран серии Жаманак. Автор кратко представил все истории. В книге также есть одна история о том, что в 80-х армянской атомной электростанции произошла большая авария, которая могла бы повлечь за собой серьезные следствия. В книге также рассказывается об одной истории. В 80-х в армянской атомной электростанции произошла большая авария, которая могла бы повлечь за собой серьезные последствия. Но нашлись люди, которые смогли спасти как атомную электростанцию, так и Армению. По словам Чархчана, мало кто знает об этом. Автор упомянул о спасении Эчмиадзинских сокровищ Ванам Тирианам, о краже девушек Чаренцам и Дариником Дамирчанам, а также многое другое. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию танец Карна Кочуари в исполнении Тандюре Амута. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все видео представлено на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!